Из такого музыкального сопровождения хочется тоже что-то, какие-то звуки издать. Взял с собой тоже оружие, флейты, инструменты. Молодец. Флейт разогревается час. Ничего, поработаем еще. А теперь я вынужден стать вообще мультифункциональным ведущим и занять место одного из членов флейской коллегии. Тоже являюсь международным судьей этих чемпионатов. Мастерство приготовления чая, мастерство чайной композиции. Т-мастерс Кап. Вложу микрофон на судейский стол. И принимаю, видимо, фартук. Это происходит по необходимым техническим причинам. Во всем виновата флейта. На экран. Тем не менее, будем представлять следующую участницу. тема Мастерс Кап Москвы, отборочного турнира. И является... Антонина Абрамова, Юрия Смайл, компания. Просьба Антонине подготовить выступление. Есть пять минут на этом. А пока мы с вами сможем разглядеть все прекрасное убранство чайного стола. Полотна. Это первая участница, у которой мы видим на столе свечи. Вышло совсем видимо ритуальное. Микрофон работает, когда мы начинаем говорить. А просто сказали, еще есть время. Я хотела узнать, могу я начать. Или может быть нужна минутка паузы. Технический судья сейчас будет готова для отчета времени. И мы будем начинать номинацию. Мастерство приготовления чая. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует... Можно начинать? Если хотите, вот представьте. Да, пока происходит подготовка участницей, стоит рассказать пару слов об Антонине Абрамовой, который представляет компанию «Юлиус Майн». Антонина считает, что Россия имеет особую свою культуру потребления чая с давних времен. И ей хочется развивать чайную традицию в Европе, где обычно пьют чай во время простуды. А кроме Ройбуш и Мачо есть много-много новых открытий. Антонина занимается йогой и медитациями. После практики обязательно присутствует чайная церемония с друзьями, которая позволяет открыть сердце и успокоить ум. Это маленький уголок с приятной беседой друзей, позволяющий постичь истины и расслабиться. В ритме города, в ритме суеты для меня, для нее это участие не просто конкурс, а возможность посвятить свою чайную церемонию к всей гармонии вокруг нас и миру на всей земле. Этим предисловием мы начинаем выступление Антонины. Благодарим. Приветствую аплодисментами Антонину Абрамову. Здравствуйте студии, здравствуйте гости, участники, все, кто помогает организовать эту выставку. Я благодарю за то, что меня представили. Действительно, для меня чай, сейчас это не только работа, а это образ жизни. И в свою очередь я заметила, что чай является чайной церемонией, это не просто возможность попробовать чай, продегустировать, приобщиться к какому-то определенному уголку чайной страны, но также это возможность погрузиться в себя или побыть с друзьями, или можно очистить свое сознание, или прийти в баланс от жизни. И я хочу построить свое выступление следующим образом. Я поделю его на две части. Первая часть, это как раз, наверное, в завершении будет очень актуально. Я считаю, что это большая честь завершать конкурс. И первая часть будет, я выбрала белый чай. Белый чай, он слабо ферментирован, он очень нежный и родом из Непала. Я о нем расскажу чуть-чуть попозже, когда буду заваливать. Этот чай позволит нам очистить сознание, гармонизироваться, настроиться на позитивный лад и сбалансировать все наши энергетические темпы. А вот вторая часть, я, когда организаторы китайских чаев предложили на выбор, я влюбилась в красный чай, и я его почувствовала как теплый. И я хочу, цель выбора этого чая в том, чтобы наполнить всех энергией на продолжение следующего дня. Открыть наши иногда уснувшие энергетические центры и просто почувствовать вкус жизни. Я начну заваривать. Я буду делать заваривание чая, кстати, можно познакомиться. Это белый чай. Я начну с него способ. Я выбрала смешанный. И обусловлено это очень, наверное, это очень простой выбор, так как мне все-таки хочется, чтобы чайная культура развивалась в Европе, по всему миру. Я считаю, что более простой способ заваривания, упрощенные методы, они позволяют нам пить чай в любом месте, даже в Мегаполисе, когда у нас очень мало времени. Чайник был заранее прогрет. Белый чай, возможно, я могла бы его прогреть еще раз, но белый чай, он настолько деликатен, что я просто боюсь его перегреть и раскрыть раньше эти ноты, которые должны раскрыться именно в послевкусии. Соответственно, я выбрала вот такой способ. Белый чай методом европейского заваривания Я просто буду его настаивать 4 минуты. Красный чай, в свою очередь, я тоже буду заваривать способом смешанным, европейским, что позволит мне сделать аромат насыщенным. И времени это занят меньше, чем пролив, традиционный китайский. Расскажу о белом чаем. В Непале есть очень маленький молодой чайный сад. Он называется Шингрила. Шингрила – это место, которого нет на земле, но все его пытаются найти. Это место, где гармония, где очень много учителей, которые постигли мудрость. У нас нет такой возможности. Мы не знаем, где находится Шингрила. Где-то далеко, в Гималая. И многие монахи пытаются найти ее. Но зато у нас есть прекрасная возможность попробовать наш чай. Наш чай из реального сада Шингрила. И мы можем представить, как мы уже находимся там и слышим пение птиц. Мы можем расслабиться. И куда-то, может быть, даже полететь далеко-далеко. Из Москвы, из Легапу, леса. Чай действительно позволяет нам это сделать. Я люблю этот продукт, потому что уникален. Он имеет свою культуру, душу, историю. И каждый чай, он как живой организм у нас собранный. И недостаточно иметь просто правильную воду, правильно заварить его, соблюсти все технологические процессы. Мне кажется, что еще нужно уложить свою душу. Поделиться энергией с людьми, которыми мы угощаем, которых мы угощаем и угощаем. Я сейчас посмотрю, как происходят процессы. И предлагаю добавить чай, пробовать чай через специальный сосуд. Гом Дао Бэй. Это чаша справедливости. Для чего я это делаю? Потому что мне нужно, чтобы каждый член судейской комиссии, каждый гость, каждый участник мог попробовать чай одинаково заваренный. Потому что на дне, где больше заварки, он может завариться сильнее. Там, где меньше, соответственно, будет немного слабее. Мне нравится. И сейчас у вас, коллеги, гости, друзья, есть возможность попробовать чай из далекой страны, из маленького чайного сада. Я знаю, что это гармонизирует и поможет почувствовать радость этого мгновения, этой минуты. Прошу вас. И одна чашечка для Дениса, кажется. Я про вас не забываю. Чашки, посуда, которую я выбрала, она тоже не случайна, потому что каждая чашечка индивидуальна. И в каждой на дне есть печать мастера. И сделана она руками, душой. я просто когда увидела, я была поражена. Конечно, каждая чашечка отличается по цвету, но это подчеркивает нашу индивидуальность. Но также мы все в одном наборе. Все в одной единой в едином пространстве. И сейчас, когда мы балансировали наши верхние центры энергетические, настроились на на позитивный настрой, на открыли наши сердца, открыли наш шум, сейчас мы можем насладиться и наполниться энергией и почувствовать как раз ту яркость жизни, ту яркость жизни, влюбиться в жизнь снова. Красный чай. Мне понравился тем, что он очень тонкий и в нем такие золотистые типсы, которые мне напомнили осень. И мои ожидания от него это сухофрукты, это миндаль, карамель и также яркий настой янтарного цвета, который напоминает англичичный мед. Могу ли я собрать мед. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я считаю, что чай способен изменить наш мир, способен успокоить наши сердца и сделать мир спокойнее. И я очень переживаю за то, что сейчас происходит, и надеюсь, что чай сможет наши сердца смягчить. И все будет хорошо. Спасибо, я закончила. Благодарим за участие, за выступление Антонину Абрамову, мастерство приготовления чая, выступление на московском турнире Team Masters Cup, отборочный тур. Спасибо. На этом выступления участников можно считать завершенными в этот первый день.